Смотри, смотри, тебе нужно записать видос какой-то, да? Обзор на определенный этап, к примеру. Ты не можешь его записать неделю, две, три, потому что тебе мешают. Просто мешают и портят контент. Я нашел его. Хорош, хорош. Смаршотил просто. И как только дело заканчивается тем, что нужно много-много делать всякого с таким еще, с такой игрой, то это вот сродни, как будто ты прям, ну очень, ты бежишь сильно-сильно, но вообще против ветра. И количество времени, усилий и нервов выходит, ну не то чтобы в разы, прям в десятки раз больше на это все. Паш, смотри, смотри, это твоя работа? Да. Смотри, допустим, к примеру, ты не стример. Ну сейчас, в 2018 году, стримеры это работа. Согласен? Полный. Смотри, это полетит, пожалуйста, это же 21-го! Смотри, ребят, сори. Вот, и смотри, к примеру, сейчас, то есть киберспортсменов, ты ж курсишь, что киберспорт признали официальным спортом, да? Не все дисциплины, как-то. И все дисциплины, но признали. Да. То есть смотри, если у нас киберспорт, а это официальный спорт, то стримеров можно назвать работягами. Это работа. Именно. Ты, допустим, ты не стример, да? Ты не стример. Ты работаешь, ну, к примеру, Ну, я не знаю, кем, к примеру, пошло, не знаю. Путаны, путаны, можно наработать? Ну, да, путаны, да. Ты только взял, как бы, иначе, ты только взял хуй в рот, а тебя начинают по затылку ебашь. И тебе мешают работать. Боже, мешают работать. Путаны, снайперы. Ты представляешь, ты представляешь, ты кому-то сосёшь член, а тебе сзади подходит какой-нибудь мужик из клана Психов, берёт за косичку и начинает тебя так за голову трясти. И ты нормально члена сосать не можешь. Тебе мешают работать, сука. Сиро, это самый яркий, пожалуй, пример. Почему я раньше тебя не спрашивал об этом? Вот, вот. Может быть, даже в картофе я могу объяснять, да хочешь. Мы работяги, мы работаем, да? И, соответственно, нам мешают работать. Ну, допустим, ты работаешь где-нибудь на заводе на шахте, и какой-нибудь долбоём постоянно тебе мешает нам отбойным молотком работать, да? Там, ну, там ещё что-то. За волосы дергает. За волосы дергает, да. За волосы дергает, да. И, понимаешь, соответственно, ты идёшь, жалуешься руководству начальству, ребят, он мешает нам работать, он мешает нам выполнять план, и что его делают? Увольняют нахуй с работы. Того человека, кто тебе мешает работать. Ну, так это работает. Соответственно, твоя работа YouTube, ты блогер, ты там вододел, ты стример, и тебе мешают работать. Ну, надо увольнять его. То есть надо как-то принимать меры к этому человеку, который тебе мешает работать. Как в реальном мире дёргает тебя за волосы, как мы выяснили. Но, понимаешь, к этому все относятся на хихи, на хаха. И вот, смотри, вот, допустим, к примеру, да, я такой человек, который любит пофантазировать, там, постоянно байки порассказывать, там, хуйню нести всякую, да. И вот смотри, тебя заебают стримснайперы, ты уходишь из танков, нахуй, тебя не заебали, ты ливаешь отсюда. Дзёва, нахуй, дзёва, Костю заебают, ливают. Там, страйка ливает, левшу ливает, я хуй ливну, сосёте. Вот, и минус медийка, минус медийка, минус медийка, но потому что тебе мешают работать. Если тебе мешают работать, ты увольняешься. Ну, на самом деле, эта тема, на самом, очень щепетильная, на самом деле, эта тема очень такая, ну, блядь, больная, и с этой темой нужно что-то решать. Твич банят за стримснайпинг, PUBG банят за стримснайпинг, когда многоуважаемые джентльмены World of Tests начнут банить за стримснайпинг, доживём ли мы? Дождёмся мы ли этого хавака, блядь?